Здравствуй, земляк! Сегодня мы открываем новую рубрику «Политическая жизнь городского округа Подольск». Мы с тобой знаем, что 7 ноября 2017 года Россия отметит 100-летие Великой Октябрьской Социалистической Революции, а также близится годовщина создания первично-партийного отделения «Силикатное» Подольского городского отделения КПРФ. В связи с этими датами мы подготовили фильм о работе подольских коммунистов. 29 сентября 2013 года, ровно 4 года назад, три коммуниста, Арутюнова Мария Дмитриевна, Чириков Михаил Андреевич, ваш покорный слуга, и Олейников Кирилл Кириллович решили создать первично-партийное отделение «Силикатное» Подольского городского отделения КПРФ. Павлов Петр Иванович, состою в партийной организации первичной «Силикатное». А вообще в коммунистической партии я состою с 1970 года. И у меня есть возможность сейчас сравнивать работу в те времена с сегодняшней работой, названной партийной организацией. И скажу, что есть поразительная разница. Ранее, вот на даже проведение собраний, повестка дня определялась тем, что указывалось вышестоящей организацией. Или одобрить какое-то решение, или осудить какое-то событие. Что поразительно в партийной организации «Силикатное», что инициативная очень организация. Сами выбирают план работы, составляют, выбирают события, которые надо провести. Ну, например, митинги, пикеты. И я просто выражаю свое удовольствие, что я попал именно в эту партийную организацию. Ну, доволен всей этой работой. Именно тем, что эта организация самостоятельная, они согласовываются с вышестоящими, выбирают сами планы работы и осуществляют их. Какие задачи ставили коммунисты, когда создавали ППО «Силикат» у Подольского городского отделения КПРФ? Первое – это помощь трудовому классу городского округа Подольск. Помощь малообеспеченным жителям нашего города, оказывая бесплатную юридическую или какую-либо другую помощь. Взаимодействие с движением «Дети Великой Отечественной войны». Помощь ветеранам. Участие в протестных акциях, участие в выбранных кампаниях, воспитание молодых патриотов, изучение истории городского округа Подольск и многое-многое другое. Успешно работая за эти четыре года, ППО «Силикатная» приняло в свои ряды 33 активных коммуниста. Это люди разных возрастов. От совсем молодых парней и девчонок, 18-летних, до старшего поколения, которым есть даже по 80 и старше лет. Это люди, которые передают свой профессиональный и жизненный опыт молодежи. Меня зовут Лукашка Андрея Вильмольдович. Я в парке полгода. Вступил в нее, чтобы форма соответствовала содержанию. Или наоборот, содержание формы. В перечке ППО «Силикатная» мне нравится тем, что здесь активные люди. Коммунисты ППО «Силикатная» активно принимали участие во всех выбранных кампаниях, начиная с 2014 года. Так, в 2014 году, благодаря активной работе ППО «Силикатная», мы смогли провести нашего товарища Егорову Евгению Александровну в Совет депутатов сельского поселения Стрелковское. В 2015 году вместе с ППО «Силикатная» с коммунистами и с комсомольцами Подольского РК и ЛКСМ мы смогли подключиться к работе выборного штаба Подольского городского отделения КПРФ и помочь кандидату в Совет депутатов по первому одномандатному округу вашему слуге Чирику Михаилу Андреевичу, который набрал один из хороших результатов – 22,49%. И КПРФ хороший процент получила на нашем первом одномандатном округе. В 2016 году ППО «Силикатная» активно подключилась к выбранной кампании по избранию в депутаты Московской областной думы и депутатов в Государственную думу. По нашему первому округу кандидаты от КПРФ получили хороший результат. В 2017 году мы также помогали по выборам по пятому одномандатному округу в Подольский городской совет депутатов. Красавин Владимир Александрович, коммунист, состою в КПРФ. С 2016 года больше всего в работе первички запомнился май 2017 года проведение круглого стола на тему «Великая Отечественная война. Правда и вымысел». На округлом столе был награжден памятной медалью КПРФ «75 лет битвы под Москвой» за подготовку, организацию и выступление на округлом столе. Кроме выборов ППО «Силикатная» активно принимает участие в протестных акциях. С 2014 по 2017 годы ППО «Силикатная» приняло участие в более чем 50 митингах и пикетах как в Подольске, так в Московской области и в городе Москве. Кроме этого, ППО «Силикатная» провело более 20 митингов в городском округе Подольск. Это митинги против роста цен на услуги ЖКХ за установку памятника Сталину, в поддержку дольщиков. В 2015 году мы провели более 5 митингов против закона, который отменял бесплатный проезд старшему поколению, нашим бабушкам и дедушкам, в городе Москве. Кроме этого, мы проводили много пикетов в поддержку кандидатов и по другим вопросам. Пожелать плодотворной работы первичному отделению «Силикатная», которое 4 года ведет борьбу за правое дело в городском округе Подольск. И за это время это отделение сделало больше, чем все подольское городское отделение вместе взятое. Первичка выросла до размеров одной из самых крупных первичек отделения Подольского. Первичное отделение провело такое количество акций, митингов, шествий, субботников и всего, чего можно было провести, сколько, наверное, Подольское городское отделение за 10 лет не проводило. Благодаря также помощи и работе первичного отделения «Силикатная» нам удалось провести меня в Совет депутатов Стрелковского поселения в 2014 году до объединения еще городского округа. И спасибо большое за это первичке, за ее работу. Что можно сказать? Пожелаем же первичке «Силикатная» плодотворной работы, борьбы с проклятыми буржуинами в городском округе Подольск, объединению всех левых сил и здоровья, здоровья членам первичного отделения и всего самого наилучшего. Так что поздравляем, поздравляем первичное отделение «Силикатная». В 2015 году ППО «Силикатная» вместе с молодежью решила создать Подольский районный комитет Ленинского коммунистического союза молодежи. Это молодое общественное движение смогло сплотить совсем молодых девчонок и парней от 14 лет до 35 лет взрослых ребят и девчонок. Наша молодежь активно проводила участие во всех выборных кампаниях, в протестных акциях. Также наша молодежь проводила открытые уроки в школах, институтах, техникумах. Также помогает ветеранам и детям Великой Отечественной войны. Я Полина Веселова. Я репортер первички «Силикатный» и администратор Неследового ВКонтакте. Я в партии третьего года. Много интересов у меня, и некоторые из них я решила продолжить в партии. Таким образом, с моим появлением в митингах появилось живое пение. Также я стала одним из постановщиков и актеров театральной драматической миниатюры к Одней Великой Отечественной войне. Также я стала автором и организатором других и многих мероприятий. Некоторые мероприятия связаны с войной, так как для меня военная дата не просто даты, а больше, чем память. Я поисковик и считаю, что военная архиология долг каждого неспособного коммунистра, точнее, создает любого гражданина. В 2015 году вместе с жителями городского округа Подольск мы создали в социальной сети ВКонтакте группу Подольск и Окрестности. В конце 2015-го также создали группу в Одноклассниках. Основная цель нашего информационного проекта Подольской окрестности – это изучение городского округа Подольск, изучение истории нашего любимого края. После этого в 2017 году мы наконец открыли свой канал на ютубе Подольской окрестности, где мы освещаем жизнь нашего любимого края. В планах у нас открытие своей независимой газеты Подольской окрестности и, конечно же, интернет-сайта Подольской окрестности. Я Олейников Сергей Кириллович, стою в парке с 2012 года. Переводчик силикатный мне запомнилась очень плодотворной своей работой. Работой касается того, что проводят очень частые акции, митинги, протесты, поддержку жителей города Подольска. Помогают людям простым, оказывают им помощь, юридическую консультацию и так далее. Еще она запомнилась, что переводчик силикатный имеет боевой дух, имеет сплоченность, братство. И хотелось бы, чтобы дальше так продолжалось. С 2016 года мы сотрудничаем с общественной организацией «Рабочее дело». Также с 2017 года мы активно начали работать на портале правительства Московской области «Добродел», оказывая помощь жителям городского округа Подольска и всему нашему любимому краю. Что же ППО Силикатное смогло сделать за эти 4 года? Первое. В 2015 году весной вместе с жителями города, тогда еще города Подольска, общественной палатой и политическими партиями мы смогли отстоять парк ЗИО от застройки. В 2017 году вместе с жителями Силикатной 2 мы собирали подписи за строительство детской и взрослой поликлиник. Летом 2017 года вместе с жителями Силикатной 2 смогли вернуть горячую воду, которую отключили практически на месяц и подавали интервалами каждый день. А в августе уже 2017 года мы смогли отстоять 27-ю школу, в которую должна была переехать вечерняя школа номер 1 городского округа Подольск. Также в сентябре мы смогли вместе с жителями нашего любимого края провести субботник в парке Березки. Кроме этого, мы сейчас подключились к помощи Силикатной 2 по вопросу асфальтных заводов. Ну и главное, от чего мы уже не отходим несколько лет, это вопрос с кинотеатром Родины, чтобы наконец нам его построили или все-таки вернули старое здание. Мы от этого вопроса не отходим и будем продолжать бороться по этому вопросу. Меня зовут Макеев Виктор Константинович, я новый член партии буквально одну неделю, но мне уже стало самое первое впечатление от действий Ричкина Силикатной, то, что я лично пережил, я живу на тепличной, я помню этот момент, когда отключили горячую воду. И сегодня я узнаю, что оказывается, именно благодаря первичке Силикатной снова была подана эта горячая вода. Так что это мое все самое яркое впечатление. Я верю в то, что я сам своей работой смогу помочь жителям нашего города улучшить эту самую жизнь. Меня часто спрашивают, а какие же планы в дальнейшем ставит ППО Силикатной? Конечно же, не отходить от первоначальных задач, которые мы ставили при создании ППО Силикатной. Кроме этого, продолжать увеличивать численность активных коммунистов нашей первички, но также готовиться к 2020 году, когда будет избираться новый совет депутатов, Подольского городского совета депутатов. Ну и, конечно же, готовиться к 2018 году, когда будем избирать президента Российской Федерации. Ну и продолжать изучать городской округ Подольской, вместе с вами, подольчанами, бороться за права нашего города. Здравствуйте, дорогие товарищи! Я Брызгалов Денис Викторович, проживающий в городе Подольске. Вступил в партию КПРФ в 2015 году. Прошло уже два года. Из-за чего я вступил в партию КПРФ? Решил защищать интересы граждан, так как у нас в стране очень много несправедливости и безнаказанности. Решил общими силами партии КПРФ, что мы поможем нашим гражданам. Вот. Ну, а что хочу сказать, что у нас сегодня праздник, у нас в этот день организовалась первичка. Вот. Ну, я познакомился с многими людьми, мне очень интересно. Вот. И хочу сказать, что людям, чтобы вступали тоже в нашу первичку и защищали наши интересы. И, думаю, люди посмотрят и подумают, что нужно как-то помогать, и совместными силами может у нас что-нибудь и получится. Вот. Много людей, много у нас разных групп, подгрупп. Мы состоим в сетях, в Одноклассников, ВКонтактах, в Фейсбуках, везде. Нас много можно найти. Вот. Ну, думаю, меня уже все как бы поняли, о чем я хотел сказать. Вот. Думаю, совместными силами у нас все получится. Если ты готов вместе с нами бороться за наш любимый городской округ Подольск в качестве членов партии КПРФ или сторонников партии, тогда пишите мне в личку. Все свои аккаунты я оставлю в описании. И будем вместе бороться за наш любимый город. Здравствуйте. Меня зовут Алексей Андрей Александрович. Я коммунист. С 2009 года в партии состоял в московской городской организации. Пришел, перевелся в Подольскую городскую организацию, в партийное первичное отделение Силикатова. Хочу отметить, что первичка активно работает. Целый ряд хороших, запоминающихся мероприятий, связанных с годовщиной Великой Отечественной войны, работа с населением, помощь населению, работа на выборах, помощь кандидатам, целый ряд акций. Что удивило, это память о ветеранах, которые составили в партии, акции, связанные с приведением в порядок могил, акции, связанные с помощью, но не здравствующим ветеранам. Ну и, конечно, хотелось бы отметить слаженный товарищеский коллектив партийной организации. Здравствуйте, я Карпушкин Кирилл. Несколько лет состою в партии КПРФ и ЛКСМ. У меня самые приятные воспоминания первички силикатные. То, что они самые активные в городе Подольск, в горкоме КПРФ. С вами был Михаил Чириков. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Вступайте в наши группы. Добавляйте наши видео. И давайте вместе работать на благо города, на благо страны. Продолжение следует...